Деблокада региона, новая ситуация или конец эксперимента? Новоназначенный министр экономики Армении Ваун Киробян в интервью Первому каналу заявил, открытие границ предоставит обширные возможности. Откроются турецкие порты, возможно, откроется рынок Азербайджана для нас и наш рынок для Азербайджана. Ранее Никол Пашинин, указывая на положительные стороны подписанного 9 ноября трехстороннего соглашения, сказал, что политическая договоренность о разблокировании транспортных коммуникаций может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития в нашем регионе. На днях официальные представители России и Грузии обсудили вопрос деблокады региональных коммуникаций. Кроме того, в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи в корабах с задействованием железнодорожного транспорта. А сотрудники российской Южно-Кавказской железной дороги вместе с российскими пограничниками посетили Мегри и изучили местность. Напомним, что в заявление от 10 ноября в качестве 9 пункта вошло и строительство дорог, которым Нахиджеван должен связаться с западными районами Азербайджана. Откроются ли региональные коммуникации для Армении? Большой вопрос, потому что в соглашении 9 ноября указан только вопрос транзита через Мегри для Азербайджана и Турции. Более того, неизвестно, есть ли у нынешнего правительства расчеты, в какой мере открытие границ будет на пользу Армении и ее производителям. Не поглотят ли крупные соседние экономики, далеко не дружественные, небольшой рынок Армении и не скажется ли это на экономическом суверенитете? Но вопрос не только в экономике. Есть весьма деликатный вопрос философии развития армянской национальной государственности. Существуют две радикальных философии. Одна из них сводится к тому, что Арцахский конфликт и последовавшая блокада коммуникаций изолировали Армению, и для того, чтобы жить нормально, нам надо решить арцахскую проблему и вновь стать частью смешанного мира. Вторая радикальная философия, которую приписывают арцахскому клану национально-армянское государство может развиваться изолированно, с стерильным этническим составом и капиталом, потому что у нас экспансионистские соседи. 30 лет Армения и Арцах жили в соответствии со второй философией, это позволяло пренебрегать рисками этнической дискриминации, но жить в осажденной крепости и все время ждать войны. Премьер-министр Пашинин и команда, которая его взрастила, всегда придерживались второй философии, и не случайно сейчас открытие коммуникаций представляется как великое благо. Фактически, соглашение 9 ноября – это победа философии деблокады, возвращение к нормальной, интернациональной жизни. Обе философии, две крайности, и золотую середину сложно найти. Тем более, с такими соседями и союзниками, эта середина всегда будет не в пользу Армении. Карабахский эксперимент, когда в результате конфликта из Армении и Арцаха уехали азербайджанцы, а из Азербайджана, Армении, кажется, близится к завершению. Армянскому народу, который веками и жил в составе империи и привык сохранять идентичность в рамках церкви и языка, а не государства, ближе философия коммунальной, чем отдельной квартиры. Субтитры создавал DimaTorzok